Ученые до сих пор не могут объяснить появление на Земле народа под названием цыгане. Сказать точно, как появились цыгане уже невозможно, потому что у народа отсутствовала письменность, не сохранялись документы, которые могли подтворить их зарождение на свет. Существуют лишь устные предания, которые подтверждают их историю на протяжении нескольких поколений. Однако ученые разработали пару версий происхождения цыганского народа. Первая версия говорит о том, что цыгане с древних времен отделились от индийцев, став кочевниками. Эта гипотеза родилась в 18-ти столетии, когда ученый из Германии начал сравнивать цыган с индийцами. Цыгане появились на северо-западе Индии, однако другие ученые утверждают, что цыганский народ появился в Центральной Индии, а до Северной Индии дошли лишь в 5 веке до н.э. Цыганская и индийская культура очень похожи. По сегодняшний день люди торгуют лошадьми, показывают представление медведей, обезьян в небольших деревушках. Бонджары кочуют от одной деревушки к другой, продавая разные вещи. Все индийские племена имеют множество сходств с цыганами, однако исследователи говорят, что цыгане и индийцы не имеют генетических связей. Скорее эти племена можно назвать как цыганоподобные. Однако можно утверждать, что цыгане произошли из самой низшей касты Индии. Название Ромы очень похоже на индорийское слово «дом», где первая буква может читаться совершенно по-разному. Это слово обозначает человека из низшей касты. По другой версии слова цыгане произошло от слова «барабан». Цыгане, появившиеся в Европе, заявили, что они пришли из Египта. Темнокожие цыгане и необычный язык убедили в этом европейцев, которые стали называть их египтянами. Во Франции цыган прозвали «багенцами», в других языках прослеживается название «черный». Когда цыгане говорили, что пришли из Египта, они не лгали. Скорее всего, цыгане оказались на севере Африки, и вышли к Европе. Примерно в 10 веке небольшая группа пошла кочевать с севера Индии к новому свету. Однако почему племя покинуло старое место, остается загадкой. Известно, что 10 век в Индии был крайне беспокойный, и страна подвергалась набегам. В Европе цыгане появились в 15 веке, отправившись большим войском в Румынию по Дунаю, дошли до Пешта, затем разбежались по всей Европе. Затем цыган можно было обнаружить в Италии, Франции, Испании, Британии. Изначально к цыганам относились хорошо. Они с легкостью приспосабливались к новым жизненным условиям – религии. Их язык изменялся. У цыган, живущих в России, можно заменить слова из греческого, румынского языка. Стоит отметить, что сегодня цыган можно встретить в Австралии, Азии, Соединенных Штатах. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok